Сегодня решил снять небольшое видео о том, как доехать от 5-го километра в Севастополе, от 5-го километра Балаклавского шоссе в Севастополе до диорамы штурма Сапун-горы. На Сапун-горе, соответственно. Вот сейчас мы подъезжаем к 5-му километру. Перекрёсток большой, ну, в принципе, 5-й километр в Севастополе знают все, наверное, и местные, и приезжие. То есть, получается, сзади у нас сейчас центр города, проспект Генерала Острякова, и центр города. Минут 10-15 до центра города на машине. Вправо, если поехать, там будет Фиолент, мыс Фиолент, и бухта Камышовая, пляж Омега, туда можно доехать тоже, если направо поехать. Если поехать прямо на этом перекрёстке, то мы попадём в Балаклаву сначала, то есть вправо повернуть, и дорога будет в Балаклаву. И если поехать прямо, мы дальше, то мы попадём на Ялтинское кольцо, и можем уехать либо в Ялту, либо в Симферополь. Сейчас мы поворачиваем налево, соответственно, поворачиваем налево, и едем на диораму, штурм Сапун-горы. Почему я решил снять это видео? Сейчас объясню. Дело в том, что у меня недалеко от Сапун-горы дача, и очень часто в прошлом году, но в этом году ещё не было, в прошлом году, в позапрошлом году, приезжают люди, приезжие на машинах, которые приехали на машине в Севастополь, и начинают спрашивать дорогу. У меня дача недалеко от проезжей дороги, соответственно, люди спрашивают дорогу, видят меня и спрашивают, а где диорама? А я им говорю, вы не туда повернули, вам надо было чуть дальше. И вот уже начал спрашивать, как они вообще, кто им дорогу рассказывает, что не может им рассказать подробно. Они мне говорят, навигатор ведёт. Ведёт навигатор. Почему-то ведёт неправильно, то ли какой-то он кратчайший путь. Дело в том, что от моей дачи тоже можно попасть, например, пешком там идти, ну, я не знаю, минут, наверное, 20, 15-20 минут до диорамы от моей дачи, например. Можно проехать там и на машине, но там такая просёлочная, грунтовая дорога, нехорошая. Что по ней ехать, если можно проехать по нормальной асфальтированной дороге? Соответственно, вот поэтому решил я сейчас снять. Вот мы едем от 5-го километра, едем прямо, никуда не сворачивая. Здесь у нас сейчас будет знак окончания Севастополя, окончания населённого пункта. Вот он. Здесь нужно разогнаться, соответственно, до 90 км в час. Многие, кстати, не знают этого и едут продолжают 60-70 км в час. Ну, особенно приезжие, конечно, местные это знают. Вот сейчас мы едем в судню, поэтому погода сегодня хорошая, замечательная. Температура 15 градусов, сегодня 22 апреля 2021 года. Это пока мы едем до поворота. Я, соответственно, вот рассказываю, что у нас сейчас происходит. Сейчас я покажу поворот, в который большинство людей поворачивают, и туда их ведёт навигатор. Я не понимаю, почему, но он их почему-то туда ведёт. Сейчас будет скоро этот поворот. Тут ехать от 5-го километра буквально, ну, я не знаю, 3-4-5 минут. В зависимости от того, сколько машин на дороге. Вот смотрите, сейчас вот он поворот направо. Вот туда ехать не надо. Это дорога на мою дачу. Ну, на мою дачу, там несколько дачных кооперативов. Вот туда направо все поворачивают и начинают таскать сапуньгору. Диорану, штурм сапуньгоры. Вот, вы запомнили. Туда не надо поворачивать. Сейчас я покажу, куда нужно повернуть. То есть ориентир очень простой. Мы доезжаем, просто от 5-го километра повернули налево, я вам показывал, и доезжаем до кольца. То есть кольцо тут будет первое, соответственно, и единственное на этой дороге. Ну, если влево поехать потом, то там ещё будет кольца, это другой вопрос. Ну, вот мы доезжаем от 5-го километра до кольца. Вот сейчас мы приближаем к кольцу. Вот видите, знак «Круговое движение». И на этом кольце, для того, чтобы попасть на диораму, штурм сапуньгоры, мы поворачиваем направо. То есть так же, как направо там уводил навигатор куда-то непонятно куда, здесь, на этом кольце, мы тоже должны повернуть направо. Здесь, обратите внимание, опять начинается населённый пункт. То есть опять ограничение 60 километров. Вот, видите, влево на Симферополь, вправо в Ялту, хотя можно и так, и так попасть и в Симферополь, и в Ялту. Видимо, где-то ближе, где-то просто ведут в какой-то объезд, не знаю. Ну, в общем, можно и так, и так попасть и в Симферополь, и в Ялту. Ну, в Ялту, конечно, направо ближе. В Симферополь можно и направо, и налево. Итак, сейчас пропустим машинку и поворачиваем направо, вот оно, якорь тут стоит на кольце, вы увидели, это якорное, так называемое, кольцо, значит, вот мы повернули, ну, кстати, здесь опять всего столько раз заканчивается, но там будут ограничения, скорость скоростного режима все равно, потому что в районе диорамы очень много посетителей. И вот справа виднеется стела, там вечный огонь, вот это уже диорама штуруса Пунгары, точнее, стела, и там же виднеется, вот из-за деревьев, не знаю, видно, будет, не видно, часовня, буквально небольшой часовни, ну, вот у нас тут ограничение 70, дальше будет ограничение 50. С правой стороны, с правой стороны у нас уже будет, так, вот с левой стороны стоянка, с левой стороны стоянка, на которую можно заехать и припарковаться, а вот справа у нас уже началась, на вход, вот он справа, вход, видите, на диораму штуруса Пунгары. Я сейчас здесь развернусь, остановлюсь, развернусь, здесь все с забором, здесь, в принципе, забора никогда не было, ну, почему-то сейчас все с забором. Вот машинки и здесь паркуются, как вы видите, ну, в общем, вот так можно доехать от пятого километра до диорамы штуруса Пунгары. Все, я разворачиваюсь, еду назад, вот такой вот бронетранспортёр стоит, вот люди выходят, видите, с глязкой.